всем привет вы на канале chaplin коллектор и как и обещала им открывать вторую серию 150 граммовых пасхальных яиц это уже киндеры из категории для девочек и называются они холодное сердце для мальчиков напоминаю вышли marvel обзор на эту коллекцию есть у меня уже на канале так что если кто не видел то обязательно посмотрите ну а сегодня мы откроем холодное сердце у меня всего два яйца надеюсь что нам попадутся разные игрушки но в этой коллекции достаточно много фигурок точнее можно сказать что это перевыпуск серии похожая серия уже выходила в 2019 году состояла из четырех фигурок вот таких вот но в этом сезоне можно назвать его сезоном перевыпусков потому что было перевыпущено достаточно много серий таких как маша и медведь marvel котята и щенята которые у нас были на новый год таких же яйца но и еще некоторые серии по миру которые до нас пока не доехали так вот к этим четырем фигуркам добавились еще две но вкладыши у всех игрушек новые так что можно считать что это полноценный перевыпуск но и конечно же добавлено приложение apple иду серий по холодному сердцу на самом деле выходило много но до россии доехала лишь вторая причем первая была в обычных яйцах выходила тоже достаточно давно и вот вторая то есть никакие небольшие не маленькие серии до нас тоже не доезжали первая серия и теперь 150 граммовая у меня есть обе маленькие коллекции кстати вторую коллекцию мы с вами тоже открывали на канале немецкие тройку и четверку можете посмотреть ну и конечно же мы сегодня сравним большие маленькие и также у меня есть еще две фигурки и 100 граммовых есть 2016 года с ними тоже сравним по размеру обложка параллельной коллекции marvel выглядела вот так вот и давайте теперь поближе рассмотрим обложку холодного сердца давайте я ее сниму чтобы было удобнее здесь у нас нарисована анна и эльза также олов нарисован называется эта коллекция холодное сердце они холодное сердце 2 хотя как бы одежда у персонажей из 2 мультика нарисована также маленькая эльза ее можно оживить приложение apple иду киндер сюрприз макси маленький олов олов кстати здесь тоже будет попадаться и громовка 150 с обратной стороны ничего не нарисовано но и давайте откроем первое яйцо фольга как я и говорил в прошлом выпуску коллекции для мальчиков такой коллекции для девочки одинаковая идут они в одной коробке вот так вот это выглядит и давайте посмотрим что у нас внутри эти яйца упакованы по 4 штуки то есть два яйца в упаковке для мальчиков и двоится для девочек убираем скотч и разворачиваем яйцо внутри у нас вот такое вот яйцо кстати я вам не показала маркировку маркировка здесь от 2 февраля 2022 года кстати маркировка отличается от marvel так что скорее всего они не из одной коробки достаем помимо шоколадного яйца здесь идет вот такой вот стаканчик я их оставляю буду использовать для видео и немножко простреленное яйцо давайте посмотрим ага как я и думала капсулу здесь практически точно такая же как и у marvel но только вместо светло оранжевого пластика ну классического да тут желтый а вторая половинка точно такая же я принесла специально капсулу от marvel то есть вот как они отличаются вот эта часть вроде бы одинаковая по цвету а нижняя вторая половинка отличается одна оранжевая другая желтая ну это тоже оранжевая но вы понимаете о чем вес капсулу с игрушкой 86 17 то есть тут точно не пантера кто понял шутку напишите в комментариях и мы сейчас откроем яйцо почему я не взвешиваю вместе шоколадом потому что у меня нет соответствующих весов так ну здесь наверное нам эльза попалась судя по просвечивающейся наклейки давайте проверим так нет нам попалась она с оленем с веном классно и эта фигурка из перевыпуска то есть из старой коллекции потому что у новых двух фигурок у них нет наклеек то есть у них есть только карточка а наклеек им не добавили ну и также вы можете увидеть это по маркировке кстати на наклейках нет маркировки они очень классные я их обычно вставляю в папочку здесь нарисованы вам и олень и анна сейзы ящерка и все остальные также есть карточка которую можно отсканировать приложение apple и doom вот код номер 9 напоминаю что нумерация карточек общая на весь сезон который выходит в италии а таких яиц выходит много то есть не в конкретно этой коллекции 9 игрушек и с обратной стороны инструкция как оживить ее в приложении дальше у нас вкладыш на котором мы сможем посмотреть маркировку нарисовано здесь соответственно не все шесть игрушек а одна она одна эльза вы уже там гадаете сколько фигурок должно попасться маркировка деви то есть старая и смотрите какой у нас тут замечательный комплект целая анна и целый свен конечно же мы сравним свена с маленьким из обычного киндер сюрприза также здесь инструкция по оживлению анны приложения и с внутренней стороны у нас инструкция по сборке свен собирается из пяти деталей насколько я понимаю и она собирается из 4 деталей также у свена есть механизм кивающий он кивает головой она я думаю что статичная но и про наклейки нам рассказывают что можете их наклеить куда угодно смотрите какая огромная куча деталей сейчас мы все будем собирать и еще я заметила что рядом с анной есть сквозное отверстие вкладыша видите с двух сторон видимо олень пробил рогами процессе транспортировки но в общем не знаю есть маленькая дырочка это конечно не критично что вкладыш выпрямиться будет не видно и еще я заметила что в маркировке есть небольшое отличие добавлено буква б таким образом в сборе выглядит эта замечательная парочка мне они безумно понравились единственное что у свена у меня не получилось до конца соединить морду но не знаю может быть просто у меня силенок не хватает а чем-то таким жестким опасно потому что можно оставить следы пластик из которого сделан свен и она глянцевый мой любимый прокраска тоже хорошая то есть обе серии как marvel мне понравились так и холодное сердце по качеству мне тоже очень нравится что касается механизма свена то у него опускается и поднимается голова по-моему точно так же как у оленя из натунс из макси но как бы по размеру он в принципе влезет до 100 граммовое яйцо а вот вместе с анной уже конечно же не влезут она ничего не делает у нее очень симпатичная личика вот так вот она выглядит детализация одежды тоже хорошая единственное что по моему сапоги не докрашены но возможно они полностью должны быть черные потому что я смотрю сейчас на маленькую фигурку она у нее по моему тоже черные сапоги сейчас мы их тоже сравним так что вот такая вот отличная она мне попалась прической классная фигурка на полочку единственное что стоит она на ножках поэтому может падать но зато ее классно используется в игре без каких-либо лишних подставок она якобы гладит свена и по моему смотрится они замечательно если вы помните мне попалась в обзоре на холодное сердце из германии вот такая вот анна она конечно же смотрите прям под руку как будто бы большая анна хочет погладить маленькую по детализации они обе хорошо сделаны но наряд у них по моему немножко отличается либо это халтура детализации потому что видите у маленькой анны прокрашен вот этот вот кантик также есть узор на юбке да наверное это халтура просто и также сверху на лифе есть тут вот узор да а здесь нет ремень вроде бы совпадает ну то есть как бы маленькая фигурка детализирована немножко лучше по костюму чем большая хотя вот рукава у этой оранжевые а у этой черные возможно они немножко отличаются именно наряд с обратной стороны выглядит вот так вот анна маленькая тоже в черных сапогах без каких-либо цветовых акцентов но она на подставочке потому что так она стоять не будет и если в сравнении с оленем ее поставить ну не знаю возможно она будет маловато для оленя да и вот так вот выглядит оленем она вместе маленький олень у меня тоже есть из той же коллекции так вот они выглядят как будто это его малыш цвет рогов у них отличается морда как у большого такого маленького оленя не прокрашена фиолетовый цвет первой серии она прокрашена и я сейчас обратил внимание что у него прям классно крутится в голова и вот этот вот загривок и отдельно голова мне кажется классный механизм тоже в этой фигурке но такая фигурка выходила и в первой коллекции но отличалась она прокраской носа так что олень тоже приличного размера и я считаю что это отличная игрушка ей можно играть и на полочку ставить и ребенку понравится и коллекционеру если бы они стоили немножко подешевле но по крайней мере по 700 рублей там или по 600 рублей именно в обычных магазинах а не надо их искать каким-то скидкам и так далее так как в обычных магазинах типа ашана ленты перекрестка стоят где-то по 1000 1100 рублей но конечно же дороговато еще у меня есть она из 100 граммового яйца она конечно же по первому мультику но по размеру тоже можно сравнить это она 2006 года эта серия не выходила в россии она выходила в европе пример в германии тут как бы тоже личики у обеих хорошенькие но размер конечно же у этой анны побольше то есть наверное 100 граммовое яйцо может она даже и не влезет можно конечно же проверить но я думаю что нет смысла на это тратить время поставим нашу первую сладкую попавшуюся нам только что парочку и будем открывать второе яйцо ох надеюсь мне попадется новая игрушка потому что после распаковки marvel у меня так немножко до сих пор потрясываются ручки если кто не знает о чем речь то переходите по ссылочке в описании посмотрите обязательно этот обзор но мы сейчас будем открывать второе яйцо и надеюсь нам попадется ну уж из шести ты игрушек что-то новое было бы здорово конечно классно бы если бы это была эльза для контраста но главное что было новое снимаем этикетку отклеиваем скотч убираем скотч и открываем как обычно кроме яйца и подставочки нам ничего здесь не положили яйцо кстати абсолютно целое опа открывайся капсула точно такая же давайте мы ее взвесим вес капсулы мне уже нравится 7100 по крайней мере он отличается от анны достаточно звонкая и открываем мне кажется здесь будет фигурка без ухты эльза без помощника как я и думала то есть там эльза есть соловом а это просто это но из перевыпуска то есть не новая фигурка а одна из тех четырех которые уже выходили ранее ну плюс наклейки и карточка ну давайте с наклейкой начнем вот так вот они выглядят здесь у нас уже всего одна анна много много эльзы но есть улов остальные тоже персонажи такой вот пак с наклейками карточка номер 10 кстати 1 до 9 была у нас код то есть они принципе по порядку у нас идут и как устанавливать приложение вкладыш вкладыш уже не пробиты хорошо так вот выглядит также добавлена буковка бит маркировки но я думаю что фигурка не отличается отличается только комплектация скажем так наклейки карточка и так далее здесь какая-то подставка снежинка еще есть аха это трафарет внутренней стороны нарисовано как собрать эльзу и принципе она ничего не делает просто статичная фигурка эльза конечно первая игрушка была поинтереснее также еще эту снежинку можно как-то закрепить волосы ладно давайте собирать эльзу посмотрим детали здесь явно меньше и сама эльза больше по размеру так что сравним сейчас эльза настолько большая что она практически не влезает в кадр ну и надеюсь как бы забирает с собой зиму они принесет новые конечно эта коллекция больше подходит под новогоднюю тематику кстати в германии в этом году в новогодних яйца для девочек как раз таки была серия холодное сердце но другая и под новогоднюю тематику конечно она лучше подходит чем под пасхальную ну да ладно будем списывать на затянувшуюся зиму которая была в этом году эльза огромная у нее крутится голова да вот так вот она поворачивается и она ничего не делает но мне кажется эту эльцу можно пересобрать и без юбки то есть чисто теоретически может быть у нее будет странно выглядеть ее ноги нет до конца она по моему не соединяется все-таки есть пространство для юбки ну да ладно не интересно теперь забираем обратно юбка у нее прям пластиковая жесткая а ноги ноги по моему да ноги немножко прорезиненные все это соединяется и плащ вот он резиновый достаточно сложно его присоединить не очень крепко он держится мне вот не очень нравится это крепление но если постараться и приложить усилия то можно это сделать рука у нее к сожалению тоже не опускается то есть скучная фигурка по сравнению с предыдущей игрушкой также прилагается вот такая вот снежинка она с блестками прозрачная из мягкого пластика из резины сделано и видите вот эту центральную часть можно использовать как заколку то есть куда-то зацепить можно в принципе как закладку также использовать ну и конечно обводить как трафарет ну то есть бесполезная штуковина именно для полочки и для самой как бы игрушки она как отдельный аксессуар с которым играет ребенок теперь покажу насколько это эльза огромная что вы мне поверили возьмем эльзу и возьмем поставим анну рядом которая была с оловом то есть видите она где-то на две головы ниже если не больше да но и по ширине тоже сильно отличается так что чисто теоретически эту коллекцию можно разделить на три коллекции то есть это она и эльза с оловом и со свеном потом отдельно стоящие аннелли и те игрушки которые вышли новые то есть это весенняя она и эльза с вихрем получается так и свена рядышком поставим такая вот компания нам сегодня попалась но они конечно не смотрятся все вместе как коллекция это две разные серии к сожалению давайте сравним эльзу с эльзой из обычного киндер сюрприза из второй коллекции я докупила недостающие фигурки которые мне не попали том обзоре про который я говорила в общем вот так вот смотрится у них конечно разный костюм но это из одного мультика фигурки и еще мне кажется вот этой вот эльзе подойдет очень ящерка по размеру смотрите мне кажется вот такого размера должна быть ящерка в реальной жизни хотя может быть даже поменьше еще у меня есть эльза из 100 граммового яйца ну то есть она конечно совсем малютка по сравнению с этой эльзой огромной тетей вот стоит то есть видите какие они разные этой 100 граммового яйца это из 150 граммового яйца без аксессуаров ну как я и сказала что это по мне так три разные коллекции не знаю насколько новые огромные но я думаю что наверно такого же размера живую надо сравнивать 2 с питомцами и 2 отдельных уж точно сильно отличаются давайте еще сравним мордочки большой и маленькой эльзы так вот они выглядят то есть это тоже точечная фигурка которая ничего не делает ну как и это но это глава хоть поворачивается у этой даже голова не поворачивается но она и маленькая что еще давайте еще поставим эльзу отдельно с оленям они мне кажется тоже будут нормально смотреться в отличие от того как эльза смотрится санны вот эльза с оленем тоже смотрится нормально я думаю что на этом мы сегодня закончим давайте подведем итоги я довольна этим выпуском я буду еще покупать яйца потому что я хочу собрать всю коллекцию то есть как минимум четыре яйца я еще постараюсь купить вот что мне сегодня попалось кстати снежинку я решила использовать в качестве подставки но чтобы хоть как-то и приспособить но и эльза была не такая скучная костюм у нее конечно скучноват у анны поинтересен и вообще в ней игрушка анны со свеном нравится больше я так понимаю что и эльза с олафом мне тоже больше понравится пишите обязательно в комментариях если вы покупали эти яйца то кто вам попался интересно кто попадается чаще кто реже здесь мне удастся до собрать эту коллекцию найти не по очень дорогой цене эти яйца и надеюсь мне не придется открыть кучу яиц чтобы собрать эту серию либо выменивать их желательно чтобы они мне самой попались все шесть разных но это я так немножко мечтать решил если вам понравился обзор то обязательно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропускать ссылки на все мои социальные сети как обычно в описании подписывайтесь на цен вконтакте telegram и до новых встреч всем пока а а